Все лагеря, особенно центры с дневным пребыванием, у нас имеют профильную направленность. У нас есть военно-патриотическая направленность, у нас есть по профориентации, у нас есть оздоровительная, у нас есть спортивная направленность, у нас есть интеллектуальная. Поэтому все сферы деятельности мы все учли при запросах родителей и организовали такие смены. Профессиональная ориентация – это в том числе процентр с дневным пребыванием при школе номер 3. Центр детский, однако распорядок устроен вполне по-взрослому. В 8.30 все собираются перед школой на утреннюю зарядку. Вожатые показывают движение, воспитанники повторяют, каждый в меру собственной заинтересованности. Заряд бодрости под музыку обеспечен, день начинается. После зарядки мы проводим кружки. Нет, сначала мы завтракаем, потом проводим кружки. А после кружков у нас уже могут быть экскурсии, коллективные творческие дела, спортивные соревнования, другие мероприятия. В общем, жизнь бурлит в лагере. Пока завтрак доходит до нужной степени готовности, в актовом зале общая планерка. Озвучивается план на день, дается теория в игровой форме. В день визита нашей съемочной группы основным событием дня стали Малые Олимпийские игры. На сцену пожаловали воспитанники в образах древнегреческих богов, которые рассказали о зарождении и общих принципах олимпийского движения. Тут же на месте экспресс-опрос для закрепления материала. Одна из важнейших составляющих дня, главная трапеза, завтрак строго по расписанию. На столах гречневая каша с молоком, хлеб, кофейный напиток, фрукты. На утро, например, молочные каши, сыр, яблоко, фрукты обязательно. На обед обязательно овощи. Первое – это супы, борщи, рассольники, молочные супы. На второе, например, курица отварная, рыба запеченная с картофельным пюре или там с другими крупами. И напитки, кофейный напиток с компотом, чаей, витаминизированный хлеб обязательно. На утро, значит, у нас батон столичный идет на завтрак, а на обед у нас идет витаминизированный хлеб. Это ржаной первого сорта и высшего сорта пшеничный хлеб, тоже витаминизированный. Специально приготовлен для детского питания. Звучит довольно просто, но не стоит забывать, что приготовление даже обычной каши в таком количестве – это особое искусство. Отдельный талант – подать завтрак горячим. В этот раз, без сомнения, удалось и то, и другое. Это школьная столовая, где по утрам обычная гречка превращается в изысканное блюдо. Если не верите, попробуйте сами. Дополнительная порция всегда найдется. На занятия в кружках – полчаса. За это время и завтрак уляжется, и полезный навык закрепиться. Кружки устроены по принципу так называемой «карусели». То есть за одну смену по очереди все отряды пройдутся по всем направлениям. За каждое действие ребятам начисляются условные деньги. По общему сценарию смены дети попали на остров, который должны застроить по своему усмотрению. Условные денежные средства хранятся на сберкнижках и расходуются на строительство. Общее направление – профессиональная ориентация. Поэтому кружки дают практические навыки, например, в журналистике, кукольном мастерстве или танцах. В этом году мы очень много ходим на экскурсии. И хочется поблагодарить всех тех, кто нам эти экскурсии организовал. Вернее, разрешил посетить свои предприятия. Потому что это, оказывается, не так просто попасть на какое-то предприятие с экскурсиями. Мы даже посетили мастер-классы. От практических навыков к подвижным играм. Вернее, к малым олимпийским играм. Среди обязательных дисциплин – пионер-бол, челночный бег, прыжки в длину, полоса препятствий, футбол. В этот день вышло так, что детский спортивный азарт заразил не только их сверстников, но и взрослых болельщиков. Старшее поколение временами даже покидало трибуны для проверки и собственных сил. После так называемой основной программы – состязания добровольного характера. Те, кто не успел устать или хотел заработать дополнительные баллы, принимал участие в армрестлинге, прыжках на скакалке, кручении обруча. И если в первых двух дисциплинах победители определились сравнительно быстро, то обруч крутили, как в известной армейской присказке – от начала и до обеда. Финишировали малоолимпийские игры в актовом зале. Там почести удостоились отдельные спортсмены и коллективы в целом. А сберегательные книжки отрядов пополнились новыми условными начислениями, каждому по заслугам. После заслуженного обеда дети отправляются домой, где наверняка поделятся с родителями впечатлениями от очередного дня в центре с дневным пребыванием при школе номер три. Мне здесь очень нравится, потому что здесь весело, постоянно разные мероприятия, я нашла много новых друзей из других классов, очень интересно, мы всегда ходим на разные экскурсии, там придумывают много разных игр. А нравится тебе лагерь? Да, очень нравится. А почему? Потому что каждый день мы ходим куда-то, куда-то ходим и всегда очень весело, просто это летом самое незабываемое. Мне нравится, потому что мы ходим в кино и в парки ходим. Там очень интересно играть и заводить новых друзей. Мы сегодня занимались, ходили в химчистку и узнали, как делаются и шушатся ковры. Вот, например, как шуба, ее нельзя стирать в обычной машине, а там специальная машина, которая может стирать те приметы, которые нельзя. Вот так и проходит день для детей в центрах дневного пребывания при школах. Регулярное питание, подвижные игры и прочее, словом, все, что нужно ребенку в этом возрасте. Владимир Антошкин, Ярослав Кондратьев, телекомпания АРИС.